Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Сейчас слышно? Да, слышно сейчас. Я звоню вам. У вас, наверное, планшет какой-то? Почему с него так? Нет, нет, у меня телефон. Ага, вот так. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, да, я не против. Я сама недавно узнала о вашем канале, подписалась на нем и нашла в ВКонтакте тоже. И у меня, сейчас у нас, конечно, ночь. Я Богу посвящаю ночью, потому что у меня муж работает ночью и сейчас дети спят. У меня дети маленькие. Одной дочке 3 года, другой 4 года. У меня такой вопрос. Ну, я побывала в разных странах. Говорю на разных языках. Муж у меня, он сирийц Кюрт. Его семью я всю познакомилась, так как сейчас война в Сирии. Они переехали, мы переехали как беженцы сюда в Германию. Но до того я жила в Греции. И познакомилась я с ним тоже в Греции. В сердце он не мусульманин. И мама его даже не знает. Она как бы более на слух. Она грамоте не знает. Она сама Коран не знает. Я хочу с ним венчаться в церкви. Но я настояла, чтобы он крестился. Он сам захотел креститься. Крестился. Наверное, для того, чтобы для документов здесь о Германии. Потому что у нас раньше здесь не были документы. Мы в Греции тоже жили как беженцы. Но сейчас мы здесь и получили паспорт, место жительства. Теперь у нас никак уже три года не получается расписаться. Здесь в православной церкви говорят, сначала нужно расписаться в ЗАГСе и потом венчаться. И никак не дают нам ни ЗАГС и ни венчание. То есть, ну никак. Я все-таки думаю, что если по-старому, по-православному, ну как раньше, как старые абрятцы, можно же венчать тайно. Да. А кто будет венчать? Они говорят никак. То есть у нас все официально. Выдаются документы, выдаются все. Он-то христианин? Он христианин? Нет, он христа не принимает. Ну а как венчать? Сердце он не принимает. Он защиты нету. Поэтому я хочу спросить. Значит, я не могу с ним венчаться, если он не принимает Христа? Конечно. Это таинство-то все для верующих, для христиан. Это будет обманом. И у турах было так, что крестили детей, чтобы они ухоедержимы демонами. И чтобы демон не нападал, они крестили маленьких детей, а веры никакой нет. А когда выросли, оказалось, что... Да, да, оно так есть. И тогда постановление епископа было считать крещение недействительным. Поэтому все таинства будут недействительны. Вера. Верой принимает человек все, что Бог дает по благодати. Вот вас куда занесло-то далеко? И по той стороне, и по этой. И по телу, и по душе. Ой, я была и в Турции, и в Греции, и на греческом Кипре, и на турецком Кипре. И сейчас здесь я в Германии. Раньше я жила в России, в Сибири, в еврейской автономной области, в Хабаровском крае. Знаю, были там. Потом моя семья, в 2000 году, когда начался кризис, и начали всех сокращать с работы, мы уже в той Сибири, в село Хуторянке мы жили, если вы когда-то слышали про такое село Хуторянка. Мы переехали в Молдавию. Мои родители, они сами в Молдаване, они много лет назад переехали по этой программе переселения в Россию, туда в Сибирь. У нас государство давало дом, мы были многодетная семья. У меня еще есть два брата и сестра, они живут в Москве. Ну, родители мои не воцерковленные, тогда не было церкви. Но я не помню, что в церкви была, и вообще было, когда похороны, отпевания, такого ничего не помню. Но у меня внутри сердца что-то есть, что есть вот Господь. И я всегда даже не знаю, откуда я, никогда не слышала, всегда какие-то получают «Господи помилуй», «Господи прося». Но у меня само приходит на ум еще когда-то раньше. И вот Господь не посылает таких людей, верующих людей, как наставляется. Очень много я не слушала родителей, все-таки была какая-то правда. Но опыт жизни показал, что только православие может спастись, и только вот действительно Бог есть. И, наверное, надо уехать в Европу, пожить в Европе, особенно в Германии, для того, чтобы понять, что действительно Бог есть, и что Он один Иисус Христос, и нет других боков. Ну, здесь очень много национальности, очень много вероисповеданий, законов. Но можно сказать, здесь никакого житья нет. Вот ты постоянно под каким-то стрессом живешь. А вот как мне, я вот не знаю как. Я хочу спастись. У меня было такое желание принять монашество очень давно, потому что я в Молдавии познакомилась с химонахинями, с монахинями, с такими людьми. Но более выцерковленная. Жила долгое время, шесть месяцев. Шесть месяцев среди таких людей. Они мне очень многому научили, рассказывали. Потом у меня, как у меня, вселился как бы без блуда. Захотелось сладкой жизни, захотелось искать рая на земле, которого нету. И потом, через какое-то время я поняла, что это всё не то, и что это всё. Я вот молилась, молилась, и Господь мне послал вот этого вот сирийца. Он как бы освободил из этого у меня рабства блуда. Потом мы начали вместе жить. Но я всё равно молилась внутри. Вот даже вот, когда вот работала, всё равно молилась. И как у меня всё как будто, не знаю, такое ощущение, как будто я не живу ни своей жизнью, ни в том месте, ни в том часе. Всё, что со мной приходит, это всё как будто не со мной, не знаю. Сейчас у меня есть двое детей. Но я с ними никуда не могу поехать, так как начнётся раздел детей. Начнём делить детей. Я бы даже приехала в вашу деревню. У меня давно такое желание есть уехать куда-то далеко, в Сибирь, в глушь. И жить там, а по-простому, и детей тоже вырасти там, и этому научить. Потому что если они будут жить здесь и расти здесь, здесь то, что учат в детских садах, в школах, сами понимаете, католицизм, он бешеный католицизм. Здесь молодёжь воспитает государство. Это как будто какая-то армия, какая-то вот молодёжь. То есть государство воспитает детей под себя. То есть чтобы они служили государству, чтобы они выплачивали налоги. И на этом жили другие люди, другие национальности. А вот почему-то мусульмане и другие люди здесь, и никто не работает. Вообще другие веры и расповедания. Они сидят и живут на пособиях. То есть на свои пособия государственные, которые выплачивают по безработице. И так как мой муж сейчас тоже работает, то есть потом он вообще лентяй. Я ещё не знаю, как он работает. Не любит он работать. И он постоянно спит, спит, спит. И он даже мне часто говорит, я не знаю, что со мной. У меня постоянно сон, я хочу спать. У него лень, лень, лень. Я за него молюсь всё равно, так как он уже крещённый. И иногда с ним происходят, не знаю, какие-то вещи. Он спать не может. То ночью, то днём. Друзья у него вообще. Круг друзей очень плохой. И в Греции был, и здесь. А самое главное, что он его сестра, его сёстра. У них все язык одной хулы. Вот если спать арабского переводить на русский, у них одна хула. У них вообще. Они не могут нормально говорить. У них сразу ярость, не знаю, что. Мать его ещё не знаю, ещё как-то нормально. Она не говорит. Но если кто-то ей сделал плохое, будет проклинать этого человека до смерти, чтобы его съели огненная гиена. И всё. Вот так вот. Вот как мне поступать? Значит, не венчаться с таким человеком. Я стараюсь детей далеко как бы, стараюсь не ездить, чтобы они не встречались с его родственниками, с его свекровью. А то у нас была какая-то война. Она приехала к нам, это была точно какая-то война и мир. Здесь у нас дома. Постоянно она хотела, никакому мусульману принято, что свекровь готовит постоянно, всё делает. Но никакого житья. Всё говорит ему, сыну, что делать, и что мне делать. И всё хочет она делать. Всем командовать она делать. Ну, это давай, короче, была война и мир. Ну, в общем, моя взяла. Слава Богу, она теперь живёт далеко от меня. Мой муж долго не терпит, как говорится. И он выбрал жену, а не маму. Ну, когда она так услышала, то уехала и больше ко мне не приезжала. Только если приедет на 2-3 часа и быстро уедет. Слава Богу, что так. Понимаете, сам вопрос ваш, он включает два подвопроса. Если у вас стоит главная, центральная мысль спасти душу для вечности, то в этом вопросе уже торговать все не с кем. Ну, у вас Библия-то есть на русском языке? У меня, я сейчас, Библии у меня нет на русском языке. Есть на немецком языке, но я не, как, немецким владею. Вот именно, чтобы читать Библию или Евангелие на немецком языке, я не могу. Я начинаю переводить, и получается какая-то чушь. То на английском, что на немецком, не совсем так, как в русском языке. Когда переводишь, такое ощущение, как будто всё переели. Вот я вам скажу по-немецки. Да, да, правильно. Вот так оно и есть. И я как-то, я не могу, я начинаю открывать всё, я закрываю, я не могу. Я беру Евангелие ночью и читаю по одной главе, и молитвы Иоанна Златоуста, и всё. Ваше имя как в крещении? Наталья. Значит, у вас везде в документах Наталья написано? Да, да. У меня покровитель Наталья Андриана, ещё я родилась 19 ноября. Но так как 8 сентября Наталья, у меня есть ещё архангел Гавриил. Так, теперь, чтобы время не тратить, я коротко кое-что хочу узнать. Муж ваш был мусульманином? Они сирийцы, кюрды, они как бы мусульмане и не мусульмане. Можно сказать, как бы они называют себя мусульмане, но они не мусульмане. Ну хорошо, по-другому, он обрезан был? Обрезание, да, у них обязательно. Когда слышишь мальчик, обрезание, так это всё. Определяет им обрезание. И поэтому для него христианство может стоить жизни. Принять по-настоящему Христа, уверовать, принять крещение. Они таких приговаривают сразу к смерти. Это их священная книга повелевает. Повелевает, не просто так. Тут смотреть надо глубже. Дальше. То, что вы для себя желали, рай, как говорите, со свекровкой, там не так. Это всё не столь главное. Насколько у вас над всем выше ваше желание спасти не жизнь свою, но душу. Меня это слово тронуло у Виктора Гюго. Мезалабля, у него есть французская книга «Отверженная». И там я просчитал в армии, когда был. Вот отсюда начался у меня поиск, я с детства верил. С детства верил, но Евангелия не было. И тут я получил Евангелие. Вот. Моё обращение было прямо конкретно из Слова Божия. И вот уже 53 года, как я этим путём иду. И поэтому я его могу предложить любому. Без встречи со Христом ничего не будет. Должен быть на первом месте страх Божий. Вы бумагу, карандаш возьмите, я кое-что ещё скажу вам. Чтобы вы потом, когда кончится беседа, на следующей неделе наш разговор может быть в интернете стоять. И вы тогда посмотрите, там ещё проверите. Возьмите. Где говорите всегда, чтобы у вас была бумага и карандаш. Да, да, да. У меня десяток ручек, карандашей и стопка бумаги всё время. У меня тоже, у меня тоже. Просто сейчас, ой, очень уставшая. Как руку протянули, чтобы рядом было? Время зря не терять. Вот так. Это у вас квартира, вы живёте, это свой у вас участок? Да, мы снимаем, нет, мы снимаем. Я всю жизнь снимаю, я как бы живу в каком-то недостатке. Понятно. Как бы достаток есть и его нету. Работаешь и его ни на что не хватает. То есть это не ваш дом личный? Нет, нет. Понятно. Так, вот запишите, что я вам скажу. Вторая книга Маковейская, два Мак. Маковейская, вторая. Седьмая глава. Вы русскую Библию достаньте. Пойдите в русский храм, где-то узнайте, где он есть. Вы можете... Вторая книга Маковейского. Седьмая глава. Я на неё ссылаться буду. Седьмая глава. Седьмая глава. Пока один стих, одно место. Вот у нас в зону, вы город Зоннеберг знаете? Зоннеберг? Да, не так далеко от Нюрнберга. Там наши верующие живут. В Германии? Я живу. У нас есть православный приход в городе Подербоне. Город Подербон, он где-то час 30 минут от города Дортмунда. И потом ещё один час до Дюссендольфа. Знаете, что нужно сделать? У нас на русском языке. У нас не на немецком. У нас вся литургия идёт всё в храме на русском языке. Священник, он 22 года в Германии. Но он только на русском. Он до сих пор не научился немецкому языку. Так, у вас что-то ушло. Ваше изображение ушло. Сильно близко поставили. Вот так, подальше. Вот. И главная цель, вернёмся к ней, спасти душу. Если у вас речь идёт об этом, то тут многое придётся пересматривать. А если как вы жили, дальше не мучайте себя, живите, как жили. И в конце смерти, жизни, говорит, обрящите только смерть за гробом. Да, да. Это так. Но у меня другой вопрос стоит. У меня есть дети. Я же перед Богом за них тоже в ответе. Я так. Я же буду отвечать за детей. А дети как? Я сейчас вам и об этом и хочу сказать. Вторая Маховейская говорится о детях. У неё семь детей, семь сыновей было. У вас-то два ребёнка, а-то семь. И начали мучить. У евреев нельзя есть свинину. Закон запрещает, как мусульманам. А он заставляет их, император. И одного за другим сыновей казнит. И режет на счастье, выдавливает глаза. И мать каждого уговаривает. До конца вытерпи, сын, я всех вас получу. Просчитайте. Они дети. Вот вам ответ. Если речь идёт о спасении, дети для вас ничего не будут значить. Только одно, чтобы они были верующими. Если для Бога. Если для Бога. Бог с нами не торгуется. Ни нас не было бы, ни страны, ни земли не было бы. Бог это дал. И детей Он дал. Вы не знали, как они зачнутся, как они родятся, как у них руки будут, как у них сочленяться будут. И вот пальчики. Вы ничего не знали. Он созидается в утробе. Это написано 138-й псалом. Запишите себе. Да, да. 138-й псалом. Я записала. И вот там вы прочитаете, что с Богом торговать это не приходится. Он как скажет, так и будет. А скажет Он так, как уже сказано. У нас в Священном Писании такое, что известно для нас. И в Священном Писании мы находим ответ. Если вы просто думаете, как лучше, тогда советоваться надо. Тем более такой муж, не работяга. В деревне вам делать нечего. В деревне должен быть крепкий мужчина, и при том не один. Чтобы помогали. Это строить. Строить это не чужую квартиру за деньги снимать. Это копать фундамент. Но зато ты построишь как надо. Наша деревня это лучшее место. Я знаю, я жила в деревне тоже. Я выросла в деревне очень. Можно сказать, в глуши. И в Молдавии мы тоже жили в деревне. Деревенскую работу я не боюсь. Держать скотину, дом построить. Если такой муж не построить. Не построить. И поэтому купить тоже денег у вас нет на это. Так что вопрос снятый. Вы лишние идеи так по одной отбрасываете. Оставляйте главное. Спасти душу. А вот здесь... Да, я его спрашиваю. Ты когда-нибудь можешь оставить? Вот все уедет, допустим, в Сибирь в глухомание. И строить там дом и сего. Он говорит, ну если там есть работа и дом, то я туда приеду. Да нет, ну где-то есть работа, где-то у нас нет работы. Каждый заводит скотину, покупает. Должны быть деньги, большие деньги. Дом построить, материал. Вот у нас переезжает, который все начинают с нуля. Поставят палатку, знакомые где-то останавливаются. Ну а кто? Все начинали с нуля. Мы приехали. Мои родители 5-6 раз в жизни начинали с нуля. С четырьмя детьми. Да. Ну вот. Можно сказать, без ничего. Без дома, без ничего. Как бы государство давало место жительства, потом и снимали. И до сих пор мои родители снимают комнату в общежитии. И мы тоже все снимаем. Мои братья и сестры, они живут в Москве, тоже все снимаем, но тоже все. Более воцерковленные всей семьи – это только я. Так, слово воцерковленный – это не евангельское слово. Я вам не советую повторять. Это обманное слово. Обманное оно. Научиться ставить, уверовать во Христа, жить со Христом, чтобы Он, Господь, занял место центральное в моем сердце. Чтобы Он вошел в мою жизнь. А воцерковление – это какое свечку ставить, когда приходить там. Это никакого отношения к спасению не имеет. Это надо знать. Но это в течение одного часа можно научиться делать. Это имитация подхристианства. Это христианство – это жизнь во Христе. Это жизнь со Христом. И с плотью, Павел, говорит, не стал советоваться с плотью и кровью. А у вас будет сразу. А как муж? А отнимет детей? Вы вопросы даже не ставьте эти. Если ты пошел... А я их и не ставлю. Я стараюсь больше на воле Божьей, говорю. А как дети? Вот я про это говорю, что если... Вот они знают, как он... То есть, вышла защищенца русская, они разводятся, они ребенка не отдают. Они отнимают его. Они судятся, что угодно делают. Даже Пугачева Алла Борисовна не могла отбить внука своего. И Рыбакайте-то, это... Кристина-то вышла, защищенца-то. А потом им какая разница? Ребенок нажился, отбил сына, и он не дает ей, и все. И президент ничего не поможет. У них есть обыча, у нас нет. У нас одно – дети никакой роли в спасении не играют. Ты только должна их привести на небо. И вот, допустим, ну, этот вариант первый – как жили, так и живите. Наша встреча первая и последняя. Но если вы действительно желаете спасти свою душу, тогда эта встреча наша будет иметь продолжение. Но вы живете с ним. Мне нежелательно, чтобы это было заочно и втайне от него. Он должен знать о нашем разговоре. Что вы вышли на меня. В следующий раз пусть он покажется, если возможно. Если нет, то наша встреча просто будет нежелательна. Потом он вам будет напомнить и тыкать. Какая-то жена завела знакомых. Я их знаю. Просто хорошо знаете. Не-не-не, такого нет. Как бы мой муж, он знает, что я более… Я молюсь, я даже могу молиться, когда он дома. То есть он меня не трогает. Я говорю, когда я молюсь, это не как у вас мусульмана. То есть его мать может намаз делать и тут же говорить, и по телефону. И тут же делать, кушать. Я говорю, у нас такого нет. Если я молюсь, то я тогда молюсь. Для меня нужна тишина и покой. И я более стараюсь, когда дети спят. Так, вопрос еще дальше. Вот муж узнает. Это я для вашего блага. Мне-то от этого, говорится, ни холода, ни горячего. Я просто молиться буду о вас. Вот муж узнает, что вы намерены спасать свою душу. Серьезно, не понарошку. Как он к этому отнесется? Скажи, а это означает следующее. И дальше вы скажете, что мы сейчас живем в блуде. Сейчас. Но церковь признает. Вы раньше не знали Бога, сошлись. И муж неверующий желает жить, то ты можешь жить с Нем. И даже можешь причащаться. Но предварительно вы должны сейчас поехать в церковь православную. На русском языке, чтобы все понимали. И священнику все изложите. Много не говорите. Это трудно слушать. Вы коротко скажите. Главное, посмотрите даже на бумаги. Мало того, оставьте ему на бумаге. Вы такая-то, такая-то, оттуда-то. Что мне делать? А сами молитесь. И Господь через священника вам подаст ответ. Я вас не могу никуда отсылать. Я даю вам общий, результативный какой. И по высшей шкале. А что он вам ответит, священник, вы мне тогда сообщите. Я по Писанию вам сразу покажу, что он ответил правильно и неправильно. Многие священники Писания не знают. И они так по накатанной дорожке. У меня в один день, я хожу здесь, я в храм наш православный русский. У меня в один день, я не знаю почему, я все-таки искала себе духовника. Потому что священников очень много, говорят разные. И не знаешь, кого слушать. И я тогда не знала, что нужно более читать Евангелие, Библию. У меня и не было средств покупать книги. Даже бесплатно достать очень тяжело у кого-то. Люди не покупают, они не интересуются. И вот я подошла к нему, не знаю, что-то меня потопнуло и сказала, что вы будете моим духовником. Но так как у нас батюшка работает на семь приходов, у него нет времени много разговаривать. Но таким по серьезным вопросам он как бы прислушивается. Особенно ко мне. Он как к каждому вопросу прислушивается. Он мне говорит. Если муж крестился, значит, он потихоньку все равно будет воцерковляться. Самое главное, за него нужно молиться обязательно. Но он действительно, на самом деле, какие-то у него проходят это самое. И вещи он более, он всегда меня спрашивает. Он более ссылается на православную точку зрения. То, что я ему говорю. Как правильно. Он считается с моим мнением. И старается так, как я ему говорю, поступать. С мусульманской точки зрения нет. Он говорит, он когда-то носил крестик и в Греции тоже потом снял. Так как здесь много в Германии очень понаехало мусульмане. Все его спрашивают, что крестьянин, что это самое. Так он уже боится за меня и за детей. Поэтому он и снял его и оставил дома. Он говорит, что Господь в сердце не обязательно, чтобы носить нательный крест. Я говорю, нательный крест имеет очень большое значение. Для чего мы носим нательный крест? Он напоминает нам. Правильно. Давайте подать конкретно сейчас вот по этому. И священник мне сказал, что говорит, вы должны делать загс, потом приходите, будем венчать вас. Вот так. Как он неверующий, как можно венчать? С неверующим надо. Он должен верующим христианином быть. Христа принять. Ну, он говорит, он воцерковляется, потом молит за него. Нет этого слова воцерковляется. Это обманное, гнилое слово. Это сатана придумал его. Нет этого слова в Евангелии. Нету. Есть вера и неверие. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Никакого воцерковления не было у разбойника. Не было у апостолов. А они уверовали во Христа и пошли за ним. Это сегодня, когда ничего не делает священник, они придумали это слово, им прикрылись. Вот ходит человек, научится ходить, там что-то узнавать, спрашивать. Я вас конкретно спрошу. У вас на правой руке и на безымянном пальце кольцо. Что означает? У меня здесь кольцо. Это, ну как, мы купили здесь, чтобы когда пойти в ЗАЗ в Германию, нужны же кольца. Ну вот мы купили здесь, как бы, обручальные кольца. Просто здесь кольцо. Ну, я это понял, но если верещания-то не было, вы что, за мужа и за себя надели два кольца? Нет, нет, это как бы помолвка. Нет. И второе, оно держит, оно у меня большое. Мне приходится вот этот носить, второй, с камушком, чтобы держать кольцо. Я вам скажу, что это надевает священник во время бракососочетания. Вам придется снять и убрать пока. В коробочку положите, чтобы обманывать. Наверное, поэтому оно мне постоянно большое испадает. Ну да, да, это никак. Второй вопрос. Когда вы с мужем разговариваете, на каком языке? Мы говорим на греческом и на арабском, и на русском тоже стараюсь с ним разговаривать. А дети ваши на каком языке разговаривают? Дети больше говорят на русском языке. Потому что я с ним больше времени... Больше проводил. На русском языке они говорят без акцента? Нормально? Да, нормально говорят они. Хоть одному? Но они с незнакомыми людьми стесняются говорить. Ну это ладно. Пускай будет так. Так вот, смотрите, когда вопрос стоит спасти свою душу, препятствий никаких не может быть. Бог так делает. Кто любит отца, мать, детей больше, чем меня, не достоин меня. Пошел за Христом первый. Первый – это отвергнись самой себе. Своего я отвергни навсегда. Да, это Евангелие от Луки говорит, и Ефрем Сирин говорит. Господь говорит, через апостола Павла говорит, что мы на ресталище, на стадионе. Бегущие получают награду один. Итак, бегите, чтобы получить. То есть соревнования идут. Бог посмотрит и отсечет. Игра в веру кончится ничем. То есть человек разочаруется, а если ты веришь во Христа, этот свет Евангелия, он будет рассеиваться везде. Я попутно. Только не вздумайте на меня обижаться, что я говорю. Я обязан сказать правду. Так, муж вам не говорит, что вы одеты неправильно? Вот так, грудь открыта, без платка. Нет, нет, нет. У них у сирицев, у кюрдов не носят. Они носят, как мы русские, такой одежда. Вы наши ролики видели, что на днях к нам приезжал архиерей, вел служение, митрополит? Нет, я видела ваше одно видео, там, где вы в гостях у мусульманок. Там три женщины мусульманки. Вы доказываете им, что Господь Иисус Христос... Я вам скину данные, наши ресурсы, и вы в них посмотрите на нашем видеоканале. И посмотрите, как наши люди одеваются. Вы видели? Да, да, я видела. Я сама такое старалась носить. Пытаюсь такое носить, но в Германии очень тяжело найти даже платья. Здесь дискримитация, одни штаны. Вы отговорки никогда не ищите. Я и все на этом кончено. В советское время, я на военном билете с бородой, в советское время, 62-й год, на военном билете, на военном, когда вообще ничего нельзя, с бородой. Я сижу в тюрьме, меня Бог хранит, и только в лагере уже, там уже никак. Тогда меня насильно побрили. Все, никак. Положен с бородой, Бог так сотворил мужчину. Все. Волосы никогда не надо стричь. Надеть платок и никогда его не снимать. Никогда. Чтобы тебя ни муж, ни дети не видели. Попробуй, посмотри, что из этого будет. Если только он слово скажет, скажи, тебе ли говорить, когда ты был среди сирийцев, видел арабов, как они благочестиво одеваются. Вы видели, где мы были у мусульман, беседовали, это жена Мулы. Да, да, да. Жена Мулы, как они все одеваются. Жена Мулы. Вот так. И это внешне. Грудь должна, вот смотрите, я мужчина, у меня никогда пуговка не расстегнута. Расстегиваются, это все масоны. Обязательно в Галстуке не расстегнуты. Вы не думаете, что в мире так? Все до одного. Мы проехали Турцию, Турцию по северу. Да, да, я видел. Видели? У меня муж всегда здесь, первый куб, и он говорит, я задыхаюсь. Да это, это сатана все делает, задыхаясь, перешли подальше. Советская армия, миллионная армия была, сколько миллионов, в войну воевали, и ни одна пуговка не была расстегнута. Война. Ему надо двигаться. Это разговор только один, это собранность, это щеткость. Нигде, чтобы вот так вот в монастыре были открыты, этого нет нигде. А монастырь от мира отличается только тем, что они не женаты. Все остальное тоже. Вы посты соблюдаете православные? Да, стараюсь. У вас есть календарь, вы знаете? Да, у меня есть из Почаева календарь, да. Вот это хорошо. Приезжайте к этому детей. Муж, он должен в вас увидеть настоящую христианку. Я стараюсь. Он тоже, он видит, особенно когда посты, он даже, не знаю, он не есть. У него такие товарищи, которые его могут поддерживать совсем в недобром. Вам еще не сделать. Вы можете только молиться. Он принимал крещение. Какое имя ему дали? Александр. Честь Александра Невского и Александра Священного. Вот Александром вы его и зовите. Так я его и зову всегда Александр. У меня дети тоже папа Александр. Ну вот они знают. Вероятно. И вот первое, что вы поставьте вопрос. Действительно ли желаете спасти жизнь свою для Бога? Душу спасти. Господь говорит, кто думает душу свою сберечь, тот потеряет ее. Душу, то есть жизнь. И когда предстанет момент, вот вы увидите, что абсолютно спастись невозможно. И он будет детей отнимать. Предоставьте Богу. Если будешь цепляться за детей, за мужа, за место и прочее, у тебя ничего не получится. Христианство не терпит никаких компромиссов. Почему написано? Возлюби Господа Бога первое за всем умом, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Всем 100%. 99% Богу не нужно. Он отдал жизнь, всю кровь пролил за нас Христос. И здесь сама мысленно смотри на детей и прощайся с ними. Мысленно. Когда просчитаешь, как семь сыновей казнили, и это была вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Мать София. На глазах ее казнят дочерей. И она все принимает с благодарностью. Это небо. Мы знаем, это жизнь коротенькая, маленькая подготовка к вечности. Ни за что не цепляйся. Больше Христа спасения души ничего не ставь. И посмотри, как получится. Возьмите себе за правило один месяц сейчас прожить именно в таком настрое. Смотри на детей отстраненно. Что у тебя их нету. Они могли не родиться. Они большую роль занимают в вашей жизни. Вы сидите дома, все время с ними. Представьте, сегодня пустота, ничего нету. Ювенальные вестиции или убили, или взорвали, или ничего нету. Ну то есть войди в эту роль. Когда ты в это войдешь, тогда ты будешь детей вести для неба. Для неба. Ни тебя не будет ни крестик, ни души, ни буговка, ничего этого. Ты только одно для Бога. Бог сказал на этом все. Я православный. И торговать с Богом не надо. Или, или. Или все, или ничего. Я маленько хочу. У порога Божия не будет этого. У порога Божия никто сидеть не будет. Хотя Давид об этом говорит. Лучше у порога в Доме Божьем. Наталья означает рожденная. Будет рожденная свыше. Пока у вас этого не видно. Пока этого не видно. Если это у вас будет, у вас другой разговор. Вы будете говорить, слово Божие, книга сия, да не отходит от уст твоих. А у вас даже ее нету. Но получается день и ночь. Запишите. Иисуса Новина 1.8. Иисус Новина 1.8. Дальше. Это вам сейчас нужно будет наизусть звучит. Евангелие от Яна. Иоанн 5.39. 5. Исследуйте Писание. 5 глава 39. Да. Исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Не в отцерковлении. Главное это Христос. Быть со Христом. И 1 Тимофея 1 Тим. 4.16. 1 Тимофея. Глава стиха. Только двоеточим должно отделяться. 1 Тимофея 4.16. Вникай в себя и в учения. И занимайся с ним постоянно. И поступая так спасешь себя и слушающих тебя. Вот когда вот эти стихи заучите, начнете по ним жить, ну а дальше запишите на всякий случай. Матфея 22.29. Заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей. Все ваши ошибки только от этого. Когда ваша жизнь пойдет во Христе, муж будет другим. Вполне даже может быть. Но только молись. Желательно, чтобы у вас были православные друзья. Чтобы вы знали, о чем молиться. Я буду молиться о вас. А вы о нас молитесь. Мы будем уже не чужие друг другу. У меня из Германии одна тоже Наталья. Вчера мы беседовали, тоже будет ролик. Посмотри, точно так же муж против, она в сектантах была. Едва-едва вылазит. Ой, сектанты, это, наверное, и католики, это еще хуже, чем мусульмане. Это еще хуже, это вообще. И безразличие к всему. У мусульмана хотя бы есть какое-то различие, а у них вообще ничего. Да. У них все. Сегодня живу, завтра умирай. Вот это не надо быть. Вы знаете, у вас должен быть гореть огонь Духа Святого для Бога. И где можете, свидетельствуйте. Вы же не работаете, дома сидите. Я дома сидите. Вы детские, получаете деньги? Да, получаете. А они в десятину не попадают. Но когда будете работать, десятая часть принадлежит священству. Десятая. Да, да, да. Это повеление Божие. И тогда нет в храме ни торговли, ничего. Но с детских вам не надо сидеть. Сидите дома. А муж, чтобы вы ему дайте понять, что если он работает, скажи, надо работать хорошо. Хорошо. Я всегда ему это говорю. Он даже, у него дедушка и бабушка, они как мусульмане, но они более как мусульмане и православие идут. Они тоже с 4 утра всегда встают, молятся, делают работу. Вот ему бабушка и дедушка всегда говорят, нужно работать, человек не должен не работать. Вот ему где-то уже сколько, не знаю, 90 с чем-то лет бабушке, но она все работает. Она худая, но работает. Дедушка у него недавно умер. Он всю жизнь работал. Работал. А вопрос о переезде оставь пока. Он нереальный. Нереальный. Вы заботитесь о том, чтобы сейчас быть со Христом. Ни детей сохранить, ни мужа. Но это имейте в виду. Со Христом торговать не придется. Первоначально, сейчас съездите в храм, приобретите Библию. Найдите денег. С чего угодно, с детских. Копи, не ешь, но купи святую Библию. И чтобы она была православное издание. Синодальное. Запомни, синодальное. Да, да, у меня Евангелие синодальное. Синодальное. Потому что никаких других переводов не признаваясь. Синодальное. Везде там вкрапления таких ошибок больших. И когда возьмете это, что посмотрите, там 77 книг должно быть. Книга Маковейская, спросите, там есть или нет. Чтобы вам показали. А то канонически это сектанты издают. Ни с кем сектантами не знайтесь. Вообще не знайтесь. Иначе они вас поведут другим путем. Если бы вы были крепкая христианка, там можно беседовать, и они бы обращались. Не, католики от меня сразу, евангелисты все. Я говорю, я православная христианка. Я говорю, я показываю крест на шее, и они сразу от меня. Они даже ничего не говорят, они все уходят. Сразу же. В следующий раз, если Господь вас побудит к этому, я вам разрешаю прийти через две недели. Выйти в скайп. Через неделю. Через две. Запомните это. Не вздумайте это. Переначивать. Потому что я могу не принять. У меня много народу, и я еще недели три, и я уезжаю в лагерь. Да, да. В детском лагере буду. Так что, ладно, через неделю даже можете, потому что у меня две недели, три недели осталось. Но в следующий раз вы уже будете в платочке, и грудь закрытая. Грудь закрытая, и будете в платочке. Это посмотрите на изображение Божьей Матери, святых на иконах. Да, я всегда стараюсь. Мне стихи монахини и монахи говорили, они всегда говорят, посмотри на икону Божьей Матери. Сережки, маникюры, ногти, ничего. Я стараюсь это все выбросить. Я еще никак не могу отвыкнуть от косметики. Нет, это не надо. Отвыкать от этого не надо. Это Господь сразу тебе отвращение сделает к неправильному. А когда человек думает отвыкать, и в свою табакерку леденцы ложит, чтобы не курить, это не обращение. Это можно сделать. Это Жданов вас научит. Есть такой. Больше в щелку не подстригай. Наши сами не касаются, потому что это бесчестие для женщины. Бесчестие. А зачем вам это знать? У меня просто здесь всегда шрам есть. Я всегда их закрываю. Вот, закрывайте. Я вам говорю, потому что эта встреча перед Богом будет. Скажут, а ты сказал ей? Я сказал, а вы не будете делать. Это ваше дело. Я два раза могу сделать замещание, больше не буду делать. Зачем это? Мы не должны быть какими-то глухими, как Аспиды, незрящими. Есть уши слышать, есть глаза, чтобы видеть. Вот, поэтому мы поговорили, значит, я вам говорю, каждый день вы дома одни, выберите место, где вам никто не мешает. Хорошо, если детки рядом будут. И становитесь на молитву. Я передаю вам опыт. Узнайте, что такое Трисвятое. Трисвятое – это Царю Небесную, а сейчас Христос воскресе измертых. И да очень наш. Очень наш просчитали. И потом вот это 100 поклонов. Вот такие 10 по 10. Вот запомните. Купите лесовку. Щетки называются. 10 по 10. Сами вы не сделаете. И тогда молитесь. И я вам покажу сейчас по нашим скайпам. Я скину вам наши ресурсы. И вы на них найдете. А молитвы обо всем. Это 7 раз в день. 7 раз в день. Да, да. Вот эти вот четкие. Так как у меня сейчас есть духовник, и я не могу его... Вы духовник даже не поминайте. Не надо духовник. Это есть или нет, это не имеет значения. Духовник у вас, главный духовник – это Господь Христос. Святой Евангелие. Да, Евангелие – Христос Дух Святой. Вы старайтесь немножко считать Слово Божие. Теперь смотрите. Я когда скину сайт, на нашем сайте 50 книг моим голосом насчитаны. Библия насчитана. Ты можешь включать и делать свои работы по хозяйству. Библия, Златоуст насчитанный. Жития святых. Это все на моем сайте. Там звук и видео где. Но посмотрите, чтобы открывалось. В какой она форме откроется. Но все равно специалисты есть, которые могут сделать, чтобы у вас было. Можете скачать на флешку. Поставила и слушай. Ты будешь знать Библию. Ты будешь знать толкование. Ничего еретического в руки не бери, не слушай. И дружбу с ними не води. Не води. Да, да, я стараюсь. Слава Богу, что я дома одна с детьми. И у меня как-то друзей сказать, чтобы друзей есть. Нет. Видите как, у нас символ веры. У меня нет друзей. Символ веры. Никео Сареградский. Веруй во единого Бога, Отца. Все держите. Творца неба. Да, да. Молитвы едет. Вот это держи. Крепко держи. И в этом стой крепко. Никуда не отворачивать. Единая церковь. Сегодня вот видите, папа встречался с патриархом. Шумят об этом. Встреча она беды не несет. Ну, православие-то уже окатолично все. Уже крестят как попало. Священники бриты. Посты не соблюдают. То есть они с Украины там понаехали сюда. И у нас все развращают здесь. Они православие ненавидят. Это в православии в самом. Он православный епископ. А он как волк кидается на православных. В нем не вмещается. Он не хрещеный. Скажите, я хотела еще вас что-то спросить. Я всегда молюсь, чтобы Господь жил в моем сердце. Когда какой-то праздник, у меня какая-то молитва. Вот сейчас же поется это «Христос воскресе, смерть и смерть поправ». Вот это когда было всеночное. И до сих пор постоянно у меня только этот тропарь. И вот сейчас, где-то спустя двух недель, у меня приходит само в сердце Богородица Дева Радости. Я с детьми ее пою, дети уже очень. Потом у меня до этого «Господи Иисусе Христе помилуй меня грешно». Я всегда вот эту Иисусову молитву. Всегда я и днем, и ночью, я ее стараюсь. Это самое. Но постоянно она у меня на языке. Это что, действительно, Господь молится уже во мне? Да, это не Господь молится, а Дух Святой побуждает к этому. Дух Святой побуждает. Сама молитва, она ничего не значит для нас. Она дает связь с Богом и открывает милость Божию к нам. Молитва. Молитва – это дар Божий, дар неба. И Господь слышит. Но сама молитва, она ничего не может сделать. Это Бог отвечает на молитву. Молитва трех ступеней. Первая – это просительно. Дай, подаю, обрадуй, помоги. Вторая молитва, высший которой – это благодарение. Получил, не получил – благодарю. Ты молилась за здоровье ребенка, а он умер. Благодарю тебя, благодарю. И третья – самое высшее. Это славословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Веков, аминь. Учитесь подниматься по трём ступеням. И всё это в православном богослужении. Всё это есть. Я уже стараюсь как бы не просить. Дай, 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 дай. Я уже стараюсь благодарить за всё, что у меня есть. И пусть будет воля Божья, и всё. Больше не буду ни о чём просить. Только славить Бога. Других вопросов у вас никаких нет? Других уже нет. Вопросов больше нет? Пока эти. Вопросов нет? Ну, и давайте прощаться будем. Хорошо. Спокойной ночи вам, мир вам, я, ангелы, хранители вам. День начался. День. У нас разница с Москвой в 4 часа. А у вас сейчас день, да? О, да. Скажите. В Москве 3 часа. Да, 3 часа, а у нас 7 утра. Скажите ещё, я хотела, конечно, вас спросить. Вот вы живёте там, в России. Да. У меня сейчас нету российских документов, но я со временем могу сделать документы российские, вот чтобы приехать к вам, допустим, в деревню, ну, хотя бы на 2 недели. Нужны документы, да? Ну, а вас через границу без документов не пустят. А как вы заедете? А если с немецким паспортом, то нужна виза, да? Обязательно. Виза обязательная, это подтверждение. Я вам не советую делать. Вы живёте бедно, и не надо ехать. Вы на наши ресурсы зайдёте, вы как бы побудете с нами. Каждую копейку береги, откладывай, она вам сгодится. Научись экономить. Где-то, где-то помолись. Я экономлю, но ресурсы мои уходят всех на адвокатов, на плачу за электричество завода, практически ничего не остаётся. И всё, большинство ресурсов держит, как бы, на руке муж. Адвокатам? Мне постоянно надо у него просить. Давай, давай, давай мне. Адвокатам ни копейки не давай, это не нужно. Посмотри, проверь и обойдёшься. Любое дело отложи хотя бы на день и крепко помолись. И ты увидишь, что оно не нужно было адвокатам. Я зачем буду платить адвокатам? Можешь кое-что в интернете найти, куда пойти обратиться. Будет судиться муж за детей, а от них всё равно отнимут. Адвокатам не платите. Не надо. Доверься Богу. Дети вам будут большим препятствием. Запомните это. Поэтому свою животную любовь к ним уменьшите. Иначе вам припишут удушающую любовь и инвестиции отнимут. Больше двух миллионов детей уже отняли во Франции. Один раз в году свидание дают под присмотром полицейского. Поэтому доверься Богу, чтобы дети были для неба. Вот к этому ты их приготовь. Дети, любите Господа нашего Иисуса Христа. Господь сказал, пустите детей ко мне. И дальше разъясняем всё. Чтобы они желали молиться. Чтобы ты забыла, они напоминали, мама, мы давно не молились. Давай молиться. И ты тогда увидишь. Да, я им всегда раньше ругала, что перед едой нужно всегда молиться и потом благодарить. А иногда запыхаешься от того, что устаёшь. Или они, когда начинают кричать, как дядя, уже забываешь. Но они мне говорят, мама, мы не читали молитву. Мама, мы не читали молитву. Есть ещё один сюжет в интернете, они видели. Я им показала, как это самое «Воскресение Христово» сюжет. То, что есть, был варава. Я сама не знала, что как у меня Библии нет, и я не читала. Я не могу. То есть на слух верить я не могу. Пока я где-то не вычитаю какую-то православную Библию, которая не католическая, отпечатки. И они мне говорят, вот этот варава, он распал Иисуса Христа. Они постоянно мне говорят, вот варава, разбойник, все эти. Не люблю мусульмане и католики. Дети мне всё это уже сами говорят. То есть это уже как бы идёт Господь. Да? Да, вот я кину вам сейчас данные, вы найдёте там плейлист «Лагерь по лагерю». Дети, чтобы это увидели. Вот это. А если бы вы сказали… Да, да, я стараюсь. Если бы вас кто-то финансировал, и на лето приехать, и муж отпустил, кто-то взял расходы на себя такой, тогда можно было бы нам поговорить на эту тему. А так это слишком дорогое удовольствие. Береги каждую копейку, вам сгодится. Если муж уйдёт… Я буду собирать деньги на следующий год. Я всё равно хочу с детьми. Я хочу их куда-то отвезти, чтобы они только видели вот именно православие, православную жизнь, чтобы они видели другую жизнь. Это слишком далеко. Слишком далеко. И дорого это, очень дорого стоит. Поэтому оставьте эту мысль. Скажите, на самолёте с Германии до вас сколько часов? Девять? Я не знаю, сколько до Москвы-то, кажется, 3 часа или 4 до Москвы. Ну а дальше считайте там сколько. Ещё столько же добавить можно. Наверное, 8-9 часов на самолёте. Ну, может быть так. Ну, об этом говорить не надо. Это фантазии. Вам не надо это. Поэтому заботься о своей душе, спасти душу, прославить Христа. Дай мне, Господи, любовь. Рождение свыше и водительство Духом Святым. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. В Боге жить. И когда это Бог дарует, ты помни одно и крепко держись в церкви. Секты все разные. Это не церковь. Это не церковь. А Господь придёт за церковью. Церковь единая, вселенская – это православие. Единая вселенская. Мы не можем отрицать католиков, других. Но, скажем, заблуждения везде есть, но у них больше, чем у нас. Скажите, без того, чтобы ходить в воскресенье на литургию, у меня бывает, что я как-то езди на автобусе всё равно. В Германии везде. Либо машина, либо автобус. С детьми, так как у нас нету своей пока машины, раньше была, но сейчас нету. На всё нужно очень. Деньги, 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 деньги тратить. Один раз. И воскресенье, вот воскресенье, то есть если не пойти на воскресенье на богослужение, то значит не спасётся человек без литургии, без причастия. Да перестань, что попало. Вот один раз в месяц съездить можете. Нет, ну в два месяца один раз. По условиям. Ну в году хотя бы один раз вы должны причаститься обязательно. Один раз хотя бы. Нет, я стараюсь каждый пост причащаться. Даже каждые две недели. Нет, каждый пост. Не надо, потому что мы не приготовляемся, надо готовиться. Каноны сейчас... Нет, я готовлюсь, читая каноны ночью и разделяя их на пятницу. Но священники вам подскажут. На пятницу на субботу вечером. Священники подскажут. Поэтому не имея средств, вы можете мужа сильно огорчать. Ездить, платить деньги. Хотя бы раз в месяц. Нет, значит, ну в три месяца раз. Или во время поста. Четыре раза в году вы можете съездить. Вот это возьмите на себя. Четыре раза причаститесь. В России с князем Владимира и из Греции это взяли. Четыре раза причащались в году. Не было, что чаще причащались. Это папы придумали сегодня. Причастие дает жизнь человеку. А прощение дает исповедь перед священником. Четыре хотя бы раза. Четыре. Вот и все. Хорошо. Во славу Божию. Так, расстаемся. Все, ангелы-хранители вам спасибо. Отключайтесь. Продолжение следует...